Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Завершается второй месяц зимы. В народе говорят, январь – году начало, зиме – середина. Существует много народных примет января, которые помогают предсказывать природные явления, будущую погоду, урожай, какими ожидать предстоящие весну и лето. Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухой и жарко. Теплый январь – к поздней весне. Морозный январь – к метелям в феврале. Ну, январь выдался и морозный, и ветреный, с метелью и снегопадом. А вот какая будет погода сегодня? В Карачаево-Черкесии мокрый снег, ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночи – минус 3, минус 8. В горах – до 13 градусов мороза, а днём – минус 3, плюс 2. И местами – до минус 8. На дорогах – гололедица. В Черкеске ночью без существенных осадков. Днём – небольшой снег. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночи – минус 5, минус 7. А днём – 2 градуса. Ниже нуля и на дорогах – гололедица. Сегодня день памяти жертв политических репрессий против казачества. 24 января 1919 года – одна из трагических страниц в истории нашей страны. Именно в этот день был подписан документ, который в народе прозвали «Директивой о расказачивании». За ним последовали репрессии против всего сословия, расстрелы, ссылки, голод, бесправие, множество загубленных жизней и сломанных судеб. Подобные несправедливые решения принимались не только в отношении казачества. Жертвами репрессий стали многие народы. Поэтому мы сегодня, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, вместе скорбим о жертвах беспощадной машины репрессий. Нынешнему поколению казаков доверена ответственная задача – возрождать потерянное, сохранять и приумножать то, что удалось беречь. К этому предлагает все силы и Баталпашинский отдел Кубанского казачьего войска. Пусть светлой памятью жертвам политических репрессий станут добрые дела и начинания во благо нынешних и будущих поколений во имя процветания нашего общего дома России. Представители казачества внесли немалый вклад в основание и развитие Карачаева-Черкесии. Сегодня в республике возрождаются традиции, действуют казачьи классы. Недавно в Кардоникской был установлен мемориал основателям станицы. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем о том, что предшествовало возведению этого памятника. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Карачаева-Черкесия имеет давние казачьи традиции и неспроста. Ведь наша столица еще меньше ста лет назад была станицей Баталпашинской. Сегодня так называется республиканский отдел Кубанского войскового казачьего общества. Его члены занимаются патриотическим воспитанием детей и подростков. Учат школьников тому, что, как и прежде, честь и доброе имя для казака дороже жизни. В станице Кардоникской хорошо помнят о своих корнях. И возведение памятника в 2018 году тому свидетельство. На казачьем правлении решили, атаман, наши старики, правление, решило построить памятник основателям станицы Кардоникской. И вот мы собрались, решили, долго мы искали эскиз, какой будет красивый памятник. Ну, много искали, нашли вот такую фотографию. У нас там были у стариков фотографии, нашли вот такую фотографию. Значит, с одной стороны казак с лошадью, на второй стороне там, значит, божья мать и, значит, казачка с казачатами. Станичники отдали дань уважения женщине-казачке. Она была хранительницей семейного очага, воспитывала детей, следила за хозяйством, работала в поле, пока муж воевал. Заместитель атамана Зеленчукского районного казачьего общества Евгений Коломойцев рассказал, что кубанское войско было единственным, где женщинам разрешалось присутствовать на кругу, в высшем законодательном казачьем органе. Казачки имели право совещательного голоса. Но в первую очередь женщины были верны традициям. В Зеленчукском музее бережно хранят предметы быта и утвари, которыми пользовались казачки. При всей тяжести их труда они находили минуту для радости. Музыка была их неотъемлемой частью. В музее можно увидеть и мужской казачий пояс с нашивкой, газыри, нательный старообрядческий крест. Возможно, что эти вещи принадлежали первым казакам, прибывшим в 1855 году на место будущей станицы. Их было 17 человек. Они выкопали два рва шириной 5 метров и глубиной 3 и начали охранять кордон. Так появилось название Кордоникская. В середине XIX века на месте Кордоникской была казачья застава. Первые поселенцы стали основателями станицы. Установленный им памятник – это не только дань уважения предкам, но и символ возрождения казачества в регионе. Вслед за первыми казаками потянулись другие. Им разрешили поселиться за рвами и начать строиться. Дали земельные наделы. Новопоселенцы входили в военно-оборонительную линию. Позже боролись вместе с горцами против Османской империи. Казаки учили своих детей с уважением и терпимостью относиться к традициям и вере коренных жителей. Было развито куначество. И сегодня в Кордоникской казаки и корочаевцы живут вместе. Потомственный казак Иван Боссов вспоминает. Его предки были из-под Полтавы. А своих дедов он и не видел никогда. В 19-м году в разгар гражданской войны началось расказачивание. И они были репрессированы. Были позабыты заслуги казаков в Первой мировой войне. А они были немалые. Чуждые трусости, верные родине воины всегда были на первой линии. Полных кавалеров, георгиевских кавалеров, награжденных четырьмя крестами. 160 человек по кубанскому войску. Из них и есть житель станицы Кордоникской. Быковский Андрей Кондратьевич. Кроме того, есть около 10 человек и награжденные крестами 4, 3 и 2 степени. Если брать историю Великой Отечественной войны, то гордостью кордоничан является Анна Владимировна Никулина. Вот доска, в ее честь, она водрузила знамя победы над рейс-канцелярией. За этот подвиг ее наградили орденом Красного Знамени. Знаменитый враг Анколок Бутов, участник Великой Отечественной войны, тоже был из станицы Кордоникской. В республике им установлены памятные доски. При школах созданы классы казачьей направленности. Только в Кордоникской их целых четыре. Ребятам рассказывают об истории казачества. На занятиях им стараются прививать любовь к родной земле. Мы стараемся, чтобы порядок в станице был. Дежурим, ходим, казаки. Праздник, как и любые, церковные, даже такие светские, советские. Все мы помогаем администрации нашей, чтобы порядок был в станице. И молодежь у нас, сейчас молодежь к нам тоже начинает, привлекается тоже. В своей истории казаки бывали по разной стороны баррикад. Но всегда их объединяла любовь к родине. Преданные корням, они сегодня по-прежнему в строю. Шереват Левшокова, Али Бостанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. В честь столетия Карачаева-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов вручил высокие государственные награды жителям республики. Среди них и преподаватель хорового класса и теоретических дисциплин детской музыкальной школы поселка Кавказский Алла Коржова. Талантливому педагогу и музыканту присвоили почетное звание заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. Что для нее это звание? Как в нынешних условиях дети готовятся к конкурсам? Насколько востребовано сегодня дополнительное образование? И о многом другом в эти минуты Алла расскажет моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Аллочка! Доброе утро! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Повод у нас просто замечательный, а повод у нас такой. Вам вручили почетное звание заслуженный учитель Карачаева-Черкесии, с чем я вас, конечно, поздравляю. Спасибо большое! Это событие было приурочено к столетию нашей республики, Карачаева-Черкесии. Хотелось бы узнать, что для вас это звание? Огромное спасибо за поздравление! Ну, да, для меня это очень важно было. И, ну, даже, можно сказать, неожиданно. Ну, для этого, да, мы долго трудились, старались. Ну, я думаю, что в основном это заслуга моих учеников, моих звездочек маленьких, которых выставляла, которых видели, слышали все. Алла, вы столько лет преподаете детям музыку. Вы прекрасный педагог, судя по тому, что вы получили это звание. Я знаю, что вы учили в Саратовской консерватории. Это один из самых лучших музыкальных вузов нашей страны. Вы же учились и пению. Вот по прошествии стольких лет вы не жалеете о том, что стали преподавателем, а не певицей, допустим? Да, учеба в консерватории дала очень толчок. Толчок в творческом плане. Вокруг столько людей талантливых. И хочется самой расти. Ну, заканчивала я не в Саратовской консерватории, но, честно говоря, никогда сама не хотела петь на сцене. Я была почему-то всегда уверена, наверное, в том, что я буду учителем именно. Или вот в коллективе петь. Самой? Ну, нет, такого желания не было. Ну, что касается ваших детей. Последние два года, конечно, у нас совершенно сложное время. Очень много чего отменяется в связи вот с этой пандемией. Но, тем не менее, вы продолжаете участвовать в конкурсах. Вы онлайн участвуете? Какие у вас сейчас результаты? Да, с обстановкой в республике, ну и вообще везде, да, много конкурсов перевели на онлайн-режим. Хоровые конкурсы мы тоже занимаемся даже онлайн. Я записываю голоса, скидываю детям в группу, учим. Ну, конечно, собираемся. Собираемся, ну, по возможности, маленькими группами, чтобы спеться. Я записываю видео, отправляем онлайн на конкурсы и занимаемся солистами. Солистами вот сейчас проще, потому что один на один работаешь с учеником. Ну, не так получается, не так страшно, да, что ты соберешь много людей, и не дай бог кто-то заболеет. Ну, хоровое пение, это, конечно, особая стезя. Да, я думаю, что это сложно, да, сейчас? Да, сейчас хор собрать трудно. Ну, многие родители не хотят отпускать детей, чтобы собирать в большом количестве. Многие отказываются и говорят, что пока мы не будем ходить. Но, несмотря на все вот эти трудности, ваша школа, поселок Кавказский детская музыкальная школа, она считается одной из самых лучших. И, насколько я знаю, сейчас у вас какие-то там преобразования происходят. Да, с лета прошлого года уже говорим, да, с лета начался ремонт, капитальный ремонт нашей детской музыкальной школы. И к Новому году, в декабре месяце, мы уже заехали в новую отремонтированную школу. Большое спасибо главе республики, главе Прикубанского района. Детям очень нравится, классы светлые. Дети в восторге. И бегут, им хочется приходить к нам, занимаемся, продолжаем заниматься. Ну и все-таки вот в реалиях нынешнего времени, когда дети просто не хотят идти в школу, это бич времени, они не хотят ходить в школу, они не хотят заниматься. Насколько востребовано, насколько нужно дополнительное образование? Вы-то работаете в системе дополнительного образования? Да, дополнительное образование. Я думаю, оно востребовано, потому что каждому ребенку мы стараемся найти свой подход. У нас их не так много, как, допустим, в школе вообще образовательной. Очень много детей, и каждому, ну, стараются, конечно, учителя уделять, да, каждому внимание. Но у нас это сделать проще. Мы каждому стараемся найти свой подход, как-то к себе расположить, и дети с удовольствием ходят. Аллочка, вот в своей педагогической практике, своим главным достижением, что вы считаете? Вот этот подход к детям, да? Да, наверное, любовь детей ко мне. Ну, и я отдаю им тоже много своей любви, и всех очень люблю. Я думаю, они относятся ко мне так же. А как вы своих деток мотивируете? Даже не знаю. Поедем на конкурс, выиграем? Нет. Нет? Нет, такого мы не говорим об этом. Уже если вот я вижу, что получается у ребенка, тогда разговор идет о том, что мы будем участвовать в конкурсе. А так, в основном, ну, в основном детки для себя ходят. Для себя, ну, и порадовать своих родителей. Естественно, мы тоже записываем видео. Я на уроках даже записываю видео, отправляю родителям, показываю, что детки делают. Ну, наверное, и родителям это нравится. Каждый же болеет за своего ребенка, и хочется видеть своего ребенка успешным. Ну, вот вы сразу распознаете, что это будет звезда, к примеру? Ну, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Понятно, что у вас очень много талантливых детей, что задерживаются именно те, кто обладает каким-то талантом, даром. Но вот это будет особенный ребенок, вы чувствуете? Ну, когда приходят талантливые дети, их, наверное, видно сразу. Они усидчивые, они хватают все на лету. Даешь им новое произведение, новые распевки. И им хочется, и хочется заниматься. Ребенок даже уходить не хочет. Кажется, урок прошел, а ощущения по ощущениям, что мы так мало позанимались. А мне кажется, вот эти особенные дети, талантливые особенные дети, они, наоборот, не усидчивые. Они какие-то, они от мира сего, может быть, даже. Если их заинтересовать, если вот произведение нравится. У меня бывало такие случаи, что я даю произведение, мне оно нравится, да. Начинаем учить, начинаем разбирать. А потом оказывается, что моему ученику, да, учащемуся в детской музыкальной школе, ну, не очень хотелось бы это произведение учить. А если вот произведение нравится по душе, мне кажется, все равно настрой такой, что хочется быстрее, быстрее освоить его, быстрее выучить. И, да, и когда уже видно результат, они тоже стараются и спрашивают, там, концерты когда будут, чтобы выступить где-то, чтобы показать, чему мы научились. А вот какие личные качества вы считаете самыми важными в учительской работе, в вашей работе? Ну, наверное, доброта, скорее всего. Доброта, понимание, понимание маленьких деток. Ну, не только маленьких, у меня есть детки постарше. Ну, и отношение к ним не как к ребёнку. Вот я уже заметила, если я хочу там, может, даже чуть-чуть показать, что вы ещё маленькие, и как-то говорить с ними, может, ну, чуть-чуть посюсюкаться. Они начинают мне даже сговорить, что мы же уже большие. Я думаю, что отношение к ним... Диалог. Да, да, да. Отношение к ним как взрослым, как взрослому человеку, уже занимающимся музыкой и воспринимающую музыку, да, музыку так, как вот она звучит, и передавать чувства музыки. Ну, что ж, я благодарю вас за то, что вы приехали. Естественно, я поздравляю вас с вашим званием и желаю новых побед в новых конкурсах. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня очень сладкий праздник – Международный день Эскимо. Неизвестно, когда, кем, где был придуман рецепт приготовления мороженого. Это блюдо сразу же стало популярным, и без мороженого не обходился ни один торжественный обед. Как при дворце, так и у аристократов. Секрет мороженого, естественно, каждый повар держал в секрете. Но вскоре ситуация изменилась. Екатерина Медичи привезла во Францию своего повара, который умел готовить превосходное мороженое. Советники короля Франции тут же потребовали выдачи им рецепта и технологии приготовления чудесного лакомства. Рецепт стал государственной тайной, и известно немало случаев, когда за разглашение этой тайны наказывали сильнее, чем, к примеру, за расхищение королевской казны. С тех пор при французском дворе мороженое поедали в несметных количествах. Даже такой гурман, как Людовик XIV, не отказывался от него, и сегодня этот десерт очень популярен. Мороженое любят все и дети, и взрослые, и утоляют жажду в жаркий летний день. Наверное, есть любители попробовать мороженое зимой. А почему бы и нет? Далее телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева Черкесия. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok